Около 200 ученых, исследователей, преподавателей и философов из 30 стран прибыли в Кишинев. Впервые местом проведения Европейского трансперсонального конгресса стала Молдова. Подробнее об этом событии смотрите прямо сейчас. Это мероприятие объединило профессиональных ученых, психологов, психотерапевтов, преподавателей, философов, исследователей из Западной и Восточной Европы, России, США, Южной Африки и Южной Америки. Я основатель и директор Международного института по исследованию сознания и психотерапии, одного из множества институтов, аккредитованных в Евротас. Все мы следуем духовным традициям. Трансперсональная психология как научная дисциплина и как ассоциация не признана психологами большинством научных обществ и критикуется рядом ученых по причине отсутствия научных оснований и сомнительной эффективности практик на ее базе. Очень часто люди, когда, например, открывают наш сайт, говорят, это как раз то, что я искал, но не знал, что это существует. Мы помогаем в познании существования человека, помогаем открыться, стать увереннее и раскрыть свой потенциал. Если же смотреть на трансперсональную психологию со стороны медиков или политиков, это уже совсем другая история. Мы им не нравимся, они не признают нас, думают, мы не серьезны. Просто для них это новое, новый взгляд, абсолютно иная грань сознания. Я думаю, они просто боятся. Между тем, в Молдове трансперсональная психология начала развитие по примеру России. В частности, становлению Молдавской трансперсональной ассоциации помогла российская под председательством Владимира Майкова. Имеет те же самые основополагающие принципы, только идет дальше. В этом ее принципиальное отличие. Идет дальше на ту территорию, которая была до этого считалась ненаучной, мистической, религиозной, духовной. Но только устремляясь туда, можно понять, где на самом деле находятся корни нашей несвободы, корни наших проблем, корни наших неврозов. И как мы можем раскрыть свои способности, чтобы все люди реализовали максимум того, на что они способны. В основе трансперсональной психологии лежит саморазвитие личности и психическое здоровье. Между тем, Конгресс представляет собой место встречи глобально мыслящих профессионалов, демонстрирующих последние тенденции развития научной мысли о человеческой психике, эволюции сознания, новом видении, образовании и раскрытии внутреннего потенциала. Конгресс продлится до 22 сентября. На протяжении трех дней будут проведены более 50 профильных лекций, мастер-классов, докладов и семинаров.